ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прощай оружие! Дагестанцы смогут получить денежное вознаграждение от МВД за добровольную сдачу незаконно хранящихся боеприпасов. 34 миллиона рублей и золота на сумму 6 миллионов. Все это пожертвования от женщин Дагестана. Мажлиц, представитель из прекрасного пола, прошел на территории Духовного центра пророка Исы. В Хасавюрте повысился риск распространения гепатита А. Об этом сообщает администрация города. Населению рекомендуют пройти процедуру вакцинации. Напомним, в середине марта в Хасавюрте произошла вспышка острой кишечной инфекции. Число госпитализированных превысило 100 человек. Острый вирус гепатита А также относится к кишечным инфекциям, но имеет более длительный инкубационный период – около 30 дней. Среди симптомов – повышение температуры, тошнота и слабость. Исполнительным директором ООО «Газпромгазораспределение» Дагестан назначен Резван Газимагомедов. Решение принято советом директоров компании. Новый руководитель – доктор экономических наук и профессор. Выходится из села Арчо Ахвахского района, в различные годы возглавлял ряд организаций. Являлся депутатом Народного собрания, заместителем председателя правительства Дагестана, а также советником министра по делам Северного Кавказа. В настоящее время он уже приступил к исполнению служебных обязанностей. Дагестанцы смогут продавать незаконное оружие властям теперь по более высокой цене. В МВД республики отметили, что за добровольную сдачу оружия и боеприпасов, даже хранящихся незаконно, никакого наказания не будет. А напротив, полагается денежное вознаграждение. Так, цена за пистолет составляет 45 тысяч рублей. За автомат можно получить более 60 тысяч. За охотничье гладкоствольное ружье дадут 4500 рублей. А за один патрон – 15 рублей. Колесо обозрения вместо десятков деревьев, парковой зоны и место отдыха для горожан. Нужно ли? Идея установки каруселя в центре парка исходит от местных властей. Вот только горожане в большинстве своем против. Но останавливает ли чиновников глаз народа? Тем более, когда проект обещает быть многомиллионным. Кому и для чего нужно колесо в центре парка, узнавала Патьмат Ханапова. Два года назад мы отстояли вот эту территорию. На вот этой всей территории собирались вырубаться около 60 деревьев и ставить музей, который стоит возле центральной мечети. Вот благодаря тому, что мы активисты тогда собрались и не дали этому событию состояться, здесь сейчас у нас деревья растут, здесь сейчас у нас парк. Только сумели отстоять и снова битва за парк. Попытка реализации инвестпроектов на территории парка Ленинского комсомола у неравнодушных граждан вызывает волнение. Очередное волнение. Помните, при Рамазане Абдулатипове здесь хотели возвести здание музея «Россия. Моя история». Не дали, народ возмутился. Однако власть новая, как оказалось, власти старой фантазии ничуть не уступает. Нам нужно колесо обозрения, решили чиновники, и пошло-поехало. Эти парки существовали со времен еще СССР, но тогда у нас был город несколько иной. Сейчас за лет 20 город вырос, причем существенно. Мы уже добрались до миллионника по размерам своим. А парки, они у нас новые не появились. А наоборот, те старые, они уменьшались. То есть, причем достаточно сильно уменьшались. И сейчас какие-либо проекты делать в отношении вообще этих островков, парков, которые остались, мы считаем недопустимым. То есть, те проекты, которые приведут к вырубке деревьев, они недопустимые. Мы уже не можем себе позволить так эксплуатировать парки, делать вот в этом оставшемся маленьком парке большой аттракцион уже невозможно. Строительство аттракциона властями уже утверждено. Но о самом проекте все еще известно мало, что ровным счетом, как и о инвесторе, некая компания «Панорама», зарегистрированная в Татарстане с уставным капиталом всего в 10 тысяч рублей. Есть, оказывается, уже даже фирма, которая зарегистрирована в Казани 29 мая 2018 года, у которой не было еще ни одного объема. Они еще нигде себя не проявили, и им отдают очень такой лакомый кусочек в Махачкале под строительство чертового колеса. Ну, очень такой вот подозрительная фирма. Я не знаю, откуда она взялась, никто ее не знает. Не раскрывает карты администрации столицы и по бизнес-плану многое все еще под завесой тайны. Как будет выглядеть территория после установки колеса? Будет ли вырубка деревьев? Появятся ли на месте коммерческие объекты? К сожалению, ответов на эти вопросы ни активисты, ни мы, журналисты, все еще не получили. У меня такой подозрительный появляется, что, скорее всего, это не колесо, оно экономически окупать себя, оно не окупит само по себе. Если говорят, что стоимость от 100 миллионов рублей, это как надо ее загрузить людьми, чтобы окупить эти 100 миллионов. Скорее всего, это просто интерес площадки в самой земле. Это 7 тысяч квадратных метров, чуть больше 7 тысяч. Теоретически, со временем, это даст возможность выкупить, оформить эту землю на себя, инвесторов, в парке. Но формально, с точки зрения закона, как он построит колесо обозрения, он вправе будет эту землю оформить в собственность. 7 тысяч квадратных метров в центре города. Это шикарно. Так считает и Марат Асланов. Депутат Народного собрания Дагестана на очередной сессии поставил под сомнение надежность инвесторов, привлекаемых в регион. По его мнению, под видом вложения капитала многие предприниматели преследуют корыстные цели. Мы считаем, что любой такой проект необходимо выстоять на широкий круг для обсуждения, для выбора инвесторов из широкого круга интересантов. Не должно быть лоббирования конкретно интересантов конкретно одной компании. На следующий день уже без каких-либо разрешительных документов, без согласования и получения разрешения на строительство и прочее начали бурить в парке. Вопрос. Ребята, вот точно Россия к нам пришла? В Казани бы или в Петербурге, Москве такого не сделали бы? Важна обратная связь. Зимнение горожан должно быть учтено. Такие громкие слова говорили представители власти во время общественных слушаний. Поэтому мы решили выйти на улицы города и узнать, что же на самом деле нужно жителям столицы – деревья или аттракционы. Аттракционы можно в других местах это устраивать, делать. А то, что есть зеленые насаждения, вот это, там же обязательно должны, наверное, несколько деревьев срубить в первую очередь. Это не одно и не две десятки. Вот этому я против. За деревья, конечно. Почему? Потому что деревья, пусть побольше деревьев сажают, зелень, дышать же надо нам чем-нибудь. Я не против, чтобы оно было, потому что раньше тоже оно было и все активно пользовались. Сейчас, ну сейчас, может, там просто пустырь. Пусть что-то сделают для горожан. Чёртово колесо у нас имеется в парке на редукторном посёлке. И мне кажется, что нет смысла возводить ещё один. Тем более, что он огромных размеров, как нам сказали. И чтобы вырубали деревья ради непонятно чего, я против категорически. Неизвестна площадь. Если бы была известна площадь, можно было бы, конечно, сделать так. Половина здесь сделает зелёную зону, а половина – аттракционную. Но чтобы это было под эгигой администрации города Махачкалы. Аттракционов, конечно, молодёжи нужно детям. А зелёной зоны, по-моему, там достаточно. Я предпочитаю, да, зелень. Люблю сам зелень, чтобы была вода кругом. Экология как бы той же силы. Кто-то допускает строительство аттракционов, кто-то категорически нет. Но важно одно – все единогласно против вырубки деревьев ради развлекательных зон. Однако активисты движения «Город наш» не ищут компромиссных вариантов. Они уверены, что смогут отстоять парк и на этот раз. Внесли изменения в правила застройки города, которые позволили в зелёных зонах создавать такие виды, разрешённые использованные, как развлечения. То есть позволяли в этих зелёных зонах строить развлекательные объекты. И вот в связи с этим, кстати, у нас было и связано наше последнее достижение. Мы отменили через Верховный суд. Это было 26 марта, если я не ошибаюсь. Верховный суд принял решение отменить изменения правила застройки города. И сейчас, по идее, мы ждём вступление в силу решения суда. После того, как оно вступит, все развлечения в парках будут невозможны. И после того, как оно вступит в силу решения суда, мы обратимся с новым иском, по которому мы потребуем признать незаконным постановление мэра недавно, которым он утвердил после публичного слушания и сказал, что всё, теперь здесь может быть развлечение. Аттракцион планируют возвести здесь, на 7 гектарах. Это огромная территория. Большое сомнение у общественников и у жителей вызывает вопрос, ограничится ли всё на этом. Не появится ли потом, где-то рядом, торговый ларёк, чуть позже прокат сегвеев и гироскутеров и всё тому подобное. Поэтому защитники парка считают, что легче не доверять никому и вовсе не разрешить строительство. Но если всё же, вопреки мнению масс, власти Дагестана решат построить аттракцион, то будем надеяться, что колесо обозрения не станет колесом народного презрения. Как дагестанцы производили обувь и выдавали подделку за именитый бренд? Об этом и не только. Смотрите в кратком взоре событий от Карины Баталовой. Подвальная итальянская обувь для махачкалинских бутиков. Двое мужчин в столице республики организовали подпольный цех и производили подделки известных мировых брендов. Работа кипела несколько лет, пока однажды горе мастерам не нагрянула полиция. Им удалось найти свыше 400 пар уже готовой к продаже обуви с наклейками именитых брендов и 10 станков для маркировки. На сегодняшний день решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Дагестанцы могут получить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. На них могут рассчитывать граждане, у которых расходы на ЖКУ превышают 22% от среднего дохода семьи. Субсидии предоставляются путем перечисления средств на счета или вклады до востребования. Также в их состав входит и возмещение расходов граждан по оплате вывоза отходов региональными операторами. Отметим, в бюджете текущего года заложено около 200 миллионов рублей на возмещение расходов коммунальных услуг граждан, в том числе и по вывозу мусора. В республиканском ФЦ во всех районных и городских филиалах данная услуга уже предоставляется. 62 партии зараженных фруктов пытались ввести в республику. Специалистам Ротсельхознадзора удалось установить, что в 33 случаях из Азербайджана в Россию были доставлены яблоки, зараженные калифорнийской щитовкой, а в 29 случаях из Ирана прибыли киви с тутовой щитовкой. Это насекомое приносит серьезный вред плодовым, а также повреждает многие декоративные культуры, такие как роза, сирень, акация, ива и так далее. Кто же станет учителем года 2019 в Дагестане? В Махачкале стартовал республиканский этап всероссийского конкурса. Торжественное открытие мероприятия прошло на базе лицея номер 8. Всего в финале конкурса 27 педагогов, все они победители муниципального этапа. В течение пяти дней участники должны будут проявить себя в таких заданиях, как учитель-профи, мастер-класс, педагогический совет, защита образовательного проекта. Победитель представит республику на всероссийском этапе. Первый республиканский женский маджлист состоялся в духовно-просветительском центре имени пророка Исы, мир ему. На мероприятии собрались около трех тысяч человек с разных уголков не только республики, но и всей России. О масштабном мероприятии, организованном муфтиятом, смотрите в сюжете наших корреспондентов. О роли женщины в исламе, семье и обществе. В этот знаменательный день все теплые слова ученых-богословов были адресованы прекрасной половине человечества. Их значимости – формирование здорового общества. Мы знаем отцы, мужья, братья, они как гости дома. Они утром выходят и ночью приходят, они месяцами заработка и годами теряются. А вся ноша, воспитание, обеспечение, все оно на ваших плечах. Среди прочего, особенно был оценен вклад женщин в строительство мечети имени пророка Мухаммада. Непосредственно представительницами слабого пола были собраны около 34 миллионов рублей и золота на сумму 6 миллионов. Один прекрасный день. Мы провели здесь маленький маджилист женский. И эти женщины от имени всех женщин Дагестана взяли на себя финансировать строительство минорета и крыши женской стороне мечети. Сбор – это одно слово, а с какой радостью – это совсем другое. Рассказывали собравшимся и о мечети, о том, как реализуется масштабный проект. Чтобы увидеть процесс воочию и стать частью крупнейшего в Дагестане Маджилиса, сюда съехались верующие даже из других регионов. Я очень хотела увидеть строительство это грандиозное, потому что я видела видеоролики, слышала об этом, что Дагестан, не только Дагестан, но и другие люди, люди других городов участвуют в строительстве этого огромного комплекса. И вот мне посчастливилась такая удача, такое счастье – побывать здесь, видеть всё своими глазами. Я вдохновлена, я вдохновлена. На мероприятии читали аяты из Корана и исполняли нашиды. Представительницами городов, районов, а также отдельным семьям в знак благодарности были вручены памятные сертификаты от Муфтията Республики. А дети смогли поучаствовать в образовательной викторине с подарками на исламскую тематику. Патеват Ханапова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Новости 24. Новости 24. Новости 24.